Солнечная система В музее Лобачевского КФУ заработала выставка, где представлены самые известные в научном кругу виды метеоритов. От самого первого, который был найден в Европе, до метеорита, который был привезен сюда в Казань профессором Казанского университета Кротовым. Это Аханский метеорит. Именно с него началась коллекция Казанского университета, потому что он делился на небольшие части, обменивался, продавался. Сейчас их более двухсот. Как это происходило увеличение? В первую очередь это обмен. Кроме этого, происходили падения уже на территории Татарстана. Первый метеорит упал в Пермской губернии, на территории Татария. Сейчас известно пять падений метеоритов. Подметить разницу между Чувашским и Аханским метеоритами сможет ребенок. Первый имеет полностью коричневый окрас, а второй смахивает на обычный кусок дорожной отсыпки. Но так бывает не всегда. Попробуйте без особой подготовки найти отличия между гавардитом, Вестой и лунным метеоритом. И то, и другое на спиле напоминает кусок бетона. В таком образце узнать метеорит и то достижение. Отличить очень трудно. Даже вот когда нам приносят, мы идем на анализ, смотреть, если так, в общем, примерно похоже на метеорит. Ну, железные метеориты, допустим, легко их отличать. Во-первых, они сразу, у них есть решеточная такая структура, видимо, что это структура, их видно даже вот на этом камне, вот он лежит, можно посмотреть. Так что же внутри метеорита? Пожалуй, этим вопросом задается каждый посетитель выставки. И на него у нас ответ, конечно же, есть. Другие метеориты, они состоят из маленьких зернышек, хондра называется, тоже можно отличить. Но большинство метеоритов, а хондриты и вообще каменные метеориты, их невозможно отличить от горных пород. У гостей из космоса богатый внутренний мир. Для того, чтобы разобраться в том, какой метеорит перед нами, достаточно геологического микроскопа. А вот на серьезное научное изучение можно принести в лаборатории Казанского федерального университета. Отеля Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс.